Добрый день. Позвольте представить клинический случай плеоморфной саркома молочной железы. К нам в отделение научно-исследовательского института обратилась женщина 56-го года рождения с узловым образованием левой молочной железы. Ей была выполнена пункция молочной железы и отправлена на цитологическое исследование. При цитологическом исследовании были выявлены клетки саркоматозной природы отложения пигмента чёрного цвета. Большинство клеток с завершённым метозом. Отдельные клетки были настолько большого размера, что они увеличивались с поля зрения микроскопа на инверсии на увеличение в тысячу. И большое скопление пигментов даже в саркоматозных клетках. Цитологи дали заключение, что цитограмма злокачественного новообразования необходимо дифференцировать между карциномой с меланоподобными участками и пигментной меланомой. После этого пациентке была сделана секторальная резекция. Прислали небольшой сектор молочной железы 7х5х5 см с участком звёздчатой формы около 1,5 см в диаметре в наибольшем измерении с расширенными протоками с тёмно-красным содержимым. При срочном гистологическом исследовании был дан ответ карцинома. После парафиновой проводки дали ответ, что это инвазивная карцинома неспецифического типа с меланоподобными участками с кровоизлияниями, отложениями гемосидерина. В лимфатических узлах, подкрыльцовых, подключичных и подлопаточных метастазов не было. Единственное было отложение бурого пигмента. Было произведено иммуногистохимическое исследование. В первом этапе поставили эстроген, прогестерон, давший отрицательные реакции. Хердванео, тоже оказавшийся негативным. КИ-67 показал умеренную и резко выраженную ядерную реакцию в 60% клетках опухоли. Мелан-ассоциированный антиген дал резко и выраженную ядерную цитоплазматическую реакцию. С-100 – умеренную и также резко выраженную ядерную цитоплазматическую реакцию. После этого поставили, опять-таки, специфичные на меланому маркеры, которые дали отрицательную реакцию. Состоялась трехсторонняя встреча клиницистов, патологов и больной. Был тщательный осмотр, сбор анамнеза. И у пациентки не было никаких новообразований, никаких разрастаний на теле. То есть признаков явной меланомы у нее выявлено не было. После этого мы перешли к третьему этапу иммуногистохимического исследования. Поставили виментин, дав резкую выраженную цитоплазматическую. HMB – отрицательный. Цитокератин – 7. Также отрицательную десмин, отрицательную. CD-68 и SMA дали выраженную цитоплазматическую реакцию. На основании этих данных мы поставили ей диагноз. Морфологическая картина более всего соответствует недифференцированной хай-грейд плеоморфной саркоме молочной железы с очагами отложения гемосидерина. Спасибо, Роман Анатольевич. Комментарии, вопросы? Да, пожалуйста, Микрофон можно? Значит, я бы пропустил одну личную характеристь, какая была характеристика узла, размер, форма, моделизация. Узел не… Сектор молочной железы представлял себя лоскут кожи с подлежащими тканями. Этот узел не был… Он был на удалении от соска, от ореолы. То есть эта зона не была задействована в данном участке. Узел был около полутора сантиметров наибольшем измерении, без четких границ. То есть такой вот инвазивный… Конечно, там тот фрагмент, который представлен я, здесь серийный, он очень плохо его характеризует. Вот по представленным данным, в запуске может быть не доставка какой-то меланомы, которая была есть месяц, а разница, она так имитировалась, там есть борода как валилась, что-то после с них произошло, и реакция ремитировала, в общем, не в 100% меланомы. СТО-протеин, если там есть не только саплодонтическая обчастика, это ядерно-поматическая реакция. Поэтому почему мы ушли от диагноза нестатической меланомы и не проводили дальнейший поиск, там мутацию пираха, как минимум, надо было ей сделать, так сказать, вот непонятно совершенно, почему мы успокоились. Саплодонний дефицит, он может поставить всегда, на самом деле. По идее, то, кстати, хотя бы пираха нужно было делать на первом этапе, и на втором было предположение, а в двух сторонах, через ровно. Ну, вот встретились с клиницистами, с ней опровергли этот диагноз, ничего у нее не было, не... Ну, его совершенно не опровергли, что бы сложилось, потому что больная на спине могла совершенно, так сказать, не знать, что у нее какое-то бедно, но фигментировалось несколько месяцев назад, на самом деле. Поэтому я еще молодую судьбу, не уверен, что диагноз опровергли. А какая судьба у пациентки, да, какая судьба у пациентки дальше, она получала лечение? Получала лечение, сейчас жива, обследуется. Но проводили химиотерапию, не скажу, чем, не подскажу. То есть, на утериализованную форму диагноза полтора сантиметра высоко в уголоке. Кто еще? Да, пожалуйста. Можно микрофон? Большое спасибо за ваш доклад. Скажите, пожалуйста, а вы проводили какие-то дополнительные окрасочные реакции именно на гемосидерин? Нет, не проводили. Спасибо большое. Все? Еще кто-то хочет? Спасибо. 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 Спасибо.